Привет! Я сегодня в школе, заменяю учителя культурологии. Я сегодня учитель на подмене. Это украинская школа Святого Николаса. Она при католической церкви. Она находится в городе Парсейд. И она для тех... В общем, детей сюда отправляют родители, которые хотят, чтобы дети поддерживали украинскую культуру. И всячески развивались в этом направлении. Потому что детям это очень трудно идёт. Сегодня у меня дети весь урок писали 5 предложений, потому что они не очень понимают какой-то правильный язык. Это для них тяжело и трудновато. Но в любом случае интересный опыт. Я просто пережила, что они будут большие. Потому что я всё время работала с маленькими. А эти взрослые. У меня сейчас будет 10, 9, 8 и 11. Но они спокойные. Я надеюсь, что всё будет хорошо. Я надеюсь, что они будут меня воспринимать и слушать. В любом случае опыт интересный. Поработать с этим. Главное, что они за это платят. Платят здесь 65 долларов за полдня. Короче, это пол первого. Платят здесь 5 долларов. Вот учебники. Кстати, написаны не очень понятны мне языком. Если бы я подобным образом писала сюжеты, мой редактор бы сказал, что я неграмотна. Я думаю, что может быть это какой-то западноукраинский диалет. Потому что все здесь, здесь не разговаривают на русском языке, они всё не понимают. Дети здесь в основном в Западной Украине. Вот, белочка. Дети здесь в основном в Западной Украине. И такой украинский, знаете, ещё с кем. Таким. На манере такого, западенского. Вот. У меня сейчас перерыв. Дельный урок. Вот. Я всячески стараюсь хорошо разговаривать на украинском. Потому что иногда как бы забываются слова. Ну, ничего, я думаю, всё будет хорошо. Вот. Дети спокойные. По крайней мере, седьмой класс, по-моему, мне им понравилось. И они просто нехорошо. Вот. Сейчас будет у меня десятый. Очень небольшая школа, маленькое знание. Но... Надеюсь, меня здесь никто не слышит. Очень большие деньги платят родители. Чтобы здесь учили всех детей. Поэтому... Ну, как обычно, украинцы здесь. Хорошие дети. Хотя бы... Я когда вчера готовилась... Пыталась зачитать... Отрыскивать этот книг. Я, наверное, фотографирую. Правда, друзья журналистов посмотрите. Может, где-то я же не занимаюсь. Мне, конечно, не чуть-чуть странно написано. Это... Ммм... Кстати, это зелёные книги. Которые сегодня буду пить весь день, наверное. Почему в Украине не делают подобных вещей? Почему не делают из шпината, огурчика? Сейчас. Все время хотела бы это узнать. Это же так удобно для людей, которые стараются быть в форме. Он без конферентов. Он, на самом деле, в холодильнике там пару дней всего лишь. Почему подобные вещи не делают? Или вещи типа... Вот такого вот... Мои дети питания. Это кустовое пюре. В таком вот паке. Ну, дело для детей, на самом деле. А Груша делает. Просто взяла его... Рапин, бегула, понимаешь? Хватила, держала. И кушаешь себе. Очень полезно. Непокалорийно. И удобно. Как раз, знаете, чтобы не было какие-то там... Белочки. Так, да. Это тоже полезно, пока я шёл. Я не знаю, слышно ли меня хорошо, или не очень. Вот. В общем, сейчас вперёд. До новых опытов, до новых впечатлений. Всем хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон» 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 На технічну освіту з метою виховати численні кадри українських фахівців. В усіх ділянках індустрии та технологій. Так, 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 так. Кома, в усіх. В усіх ділянках індустрии та технологій. На початку 1930-х років Була переведена централізація. Проведена, я думаю, централізація є уніфікація. Шкільної системи на всіх просторах СРСР. Так, шкільної системи на всіх просторах СРСР. Дякую за перегляд!